Привет! Мы сейчас находимся в институте транспорта и связи ТСИ. Мы выбрали именно этот институт, так как с каждым годом он набирает популярность среди абитурентов. Для того, чтобы рассказать вам об институте, мы пригласили выпускника нашей школы, теперь еще студента второго курса ТСИ, Александра Рогова. Привет! Давайте пойдем к нам под купол. Идем? ТСИ отсчитывает свою историю с 1919 года. В середине прошлого века заведение переехало из Киева в Ригу и стало называться Рижский краснознаменный институт гражданской авиации РКИГА. В 90-х годах вуз сменил название на Рижский авиационный университет РАУ. Наконец, в 1999 году он стал частным институтом транспорта и связи ТСИ. Саша, расскажи, почему ты выбрал именно этот институт? Это замечательное место. Диплом, который здесь получается, котируется почти в любой стране мира. К тому же, на мой взгляд, здесь замечательные преподаватели. Каждый из них просто профессионал своего дела. А насколько я знаю, ты работаешь, учишься. Тебе несложно это совмещать? На самом деле нет, потому что я учусь 4 дня в неделю, а работаю 3 дня в неделю, которые я не учусь. Это достаточно просто, потому что в ТСИ не так сильно напрягаюсь с домашним заданием. Это все можно спокойно совместить. А на каком языке ты учишься и на каком можно вообще учить? Учиться можно на трех языках. Латышский, русский, английский. Я учусь билингвально на русском и английском языке. Расскажи, пожалуйста, про обучение в ТСИ. Как это все происходит? На самом деле мы не пользуемся книгами, мы пользуемся в большинстве своими компьютерами и планшетами. Что ты вообще делаешь в неурочное время? Есть какие-то мероприятия? Да, конечно. Мы в ТСИ в прошлом году играли в КВ. У нас была отличная команда. Мы играли в Лиге Риги. Это лига самая лучшая в нашей стране. Мы также узнали направление обучения в ТСИ. Это транспорт и логистика, компьютерные науки и информационные технологии, электроника и телекоммуникации, науки управления менеджмент, экономика и авиационный транспорт. Затем мы отправились на экскурсию по ТСИ. Нам показали недавно собранного робота, который самостоятельно может преодолевать препятствия. В скором времени его автоматизируют, и он будет совсем самостоятельный. Продолжение следует... А это уже автономный робот. Затем нам показали современный учебный тренажер Aerosim. Он позволяет студентам получить полный, пусть и виртуальный доступ к авиалайне. Затем нам показали современный учебный тренажер Aerosim. показали черный ящик, который на самом деле оказался оранжевым. Также нам разрешили испробовать виртуальный процедурный тренажер. Мы побывали на лекциях. Редактор субтитров А.Семкин Мы встретили студентку Катю. Сама она из Украины приехала к нам учиться. Катя, расскажи, как тебе здесь вообще? Ну, в общем, сейчас мы находимся в конференц-зале. Как вы видите, у нас тут все в порядке, очень красиво. И, ну, лично мне нравится, что в конференц-зале проводятся не только международные конференции для всяких взрослых дядек, но и мы как бы здесь сидим на лекциях и наслаждаемся такой приятной аудиторией. Что интересно? У нас есть даже две столовки. Это суперкруто. Одна, там, где очень много вкусной еды, там можно поесть картошечки, там борщика там взять, салатика. Ну, короче, поесть нормально. Вот. А вторая, это кафетерий, где можно попить чайку с пирожным. Еще у нас есть студенческое самоуправление. Вот я, например, состою в нем и хочу сказать, что у нас свобода есть здесь. Институт только говорит вам, мыслите, думайте, и мы реализуем ваши желания. В общем, институт меняется каждый год. Институт разный. Поэтому я не могу вам сказать, как вы будете себя чувствовать, когда вы сюда придете, потому что вы сами решите, как здесь все должно быть. Спасибо огромное, ТСИ, за поддержку, за помощь. Они оказали нам очень большой теплый прием, помогли нам во всем. Спасибо студентам. ТСИ, это круто! Сейчас мы находимся в институте... Ясно. Так. Саша, расскажи, почему ты выбрал именно ТСИ? Это место с огромными возможностями. Диплом, который вы здесь получаете, котируется почти во всех странах мира. К тому же здесь замечательный преподавательский состав, отличные учителя логистики, английского языка и экономики. Здесь очень вкусная столовая. Продолжение следует...